Ольга Николаевна, какое ваше было первое впечатление от знакомства с родильным домом Лелека? Поразило все. Я когда сюда пришла, он уже открылся этот родильный дом, это был ноябрь 2016 года, конец ноября, начало декабря. И когда я прошла всю эту территорию, зашла в здание, посмотрела еще не заполненные палаты, посмотрела оборудование, все отделения, я вышла. С одной стороны в восторге, а с другой стороны мне хотелось плакать, потому что я здесь не работаю. Но оказалось, что когда судьба распорядилась, так что я здесь, и мне очень это нравится, и я очень довольна. Вы сказали, вас приняли и благодарите за это. А как прошло первое знакомство с коллективом? Дело в том, что первый раз я пришла сюда в коллектив, такой маленький, это был день открытых дверей. Генеральный директор, главный врач, анестезиологи, в общем-то представители всех отделений. Весь этот коллектив, он влился в наших гостей, поэтому я изнутри посмотрела на выступления всех моих коллег и увидела, что все очень открытые, все доброжелательные. И затем уже была первая пятиминутка. Но я чувствовала себя очень комфортно. Во-первых, потому что это медицинская среда. Во-вторых, это моя любимая работа. Это действительно родовспоможение, в котором я работаю с первого дня после окончания университета. Работа мне очень знакома, язык знаком, отношения. Ольга Николаевна, Вы являетесь заместителем главного врача. И Вы рассказали, упомянули об оборудовании, совершенно новом, уникальном, может быть, где-то, которое есть в родильном доме Лелека. Вот поподробнее можете рассказать, какие инновационные подходы, возможно, используются здесь? Здесь все сконцентрировано. Это абсолютно все. Это и аппараты слежения за беременными в родах. Это и наблюдение за состоянием плода. Это новейшая аппаратура в отделении детской реанимации. Там, где действительно уникально выхаживаются детки. Вот 700 грамм с любой патологией. И очень приятно, и просто колоссальный восторг, что эти детки выписываются от нас в удовлетворительном состоянии, самостоятельно дышат, могут самостоятельно кушать. Ну, как бы, кто уходит домой, а кто на дальнейшее лечение в другие профильные больницы. Отделение анестезиологии тоже новейшее оборудование, операционные. В палатах элементарно даже женщина лежит, но у нее кнопки вызова. Медперсонала, обслуживающего персонала, вентиляции, бактериологическое тоже состояние нашей клиники. Обеспечение, водное обеспечение, там, где имеются действительно очищенные, очищающие фильтры, где вода к нам поступает чистая, бактериологически и минерализованно. Поэтому, ну, все, что пульсоксиметрия, которая проводится в родах, все, что только можно на сегодняшний день привнести в Украину, есть в нашей Лалеке. Позволяет ли все это получить международные сертификаты качества оказания медицинской помощи? Возможно, родильный дом Лалека уже имеет какие-то сертификаты. Возможно, у вас в планах ближайших есть получение каких-то новых? Безусловно. Есть уже сертификат австрийской компании, ИСО. Мы уже прошли эту аккредитацию и готовимся к... Ну, это аккредитация совершенно для всех, ну, как бы, учреждений, отраслей, ИСО. А есть такая медицинская аккредитация GCI, это только для медицинских госпиталей в мире. Вот мы готовимся к этой аккредитации. У нас были уже кураторы, инспектора, они посмотрели, что мы действительно готовы к этому. Конечно, много работы, есть определенные протоколы, стандарты, которым мы должны следовать, чтобы обеспечить нашим пациентам безопасность, высокую медицинскую квалифицированную помощь. Для этого у нас все есть, поэтому мы коллектив, персонал весь, абсолютный, медицинский, средний и обслуживающий работаем в этом направлении, у нас все получится. Как Вы считаете, школы материнства, они помогают найти вот такой вот контакт близкий с медицинским персоналом во время родов и все-таки, ну, как-то вызвать больше доверия, что ли, у пациентов? Или все-таки нет? Обязательно. Школа, да, школа для беременных, там, где занятия ведутся и для беременных до 20-й недели, и затем уже перед родами, и все о родах, партнерские роды, они очень нужны. Безусловно, это сближает контакт медперсонала, именно всех нас, повитух, которые в родах будем помогать. Женщины там раскрепощаются, такая маленькая семья получается на этих занятиях, поскольку работают и акушеры-гинекологи, и анатологи, и психологи. Это нас приближает, сближает, и общий вопрос делает более такой, ну, осознанный, более информированный, и поэтому школы очень нужны. У нас в Лалеке это очень широко пропагандируется, применяется, и мы очень рекомендуем бывать на наших занятиях. А партнерские роды? Сколько процентов в Лалеке? Партнерские роды, да, у нас 98-99%. Это в основном мужья или могут быть сестры, мамы, близкие подруги, может быть? Может быть, это на партнерские роды, это когда в родах женщина присутствует не только с медперсоналом, но и с кем-то из семьи. Это может быть муж, мама, у нас даже на родах когда-то отец был, и муж, да, девочки. Это могут быть подруги, сестры, поэтому, то есть любой близкий человек, с которым женщине в родах будет комфортно. Мы тоже это очень приветствуем. Во-первых, это удобно для медперсонала, для нас, поскольку в родах мы делаем полную информированность о проведении, о ведении родов, как идут роды, о состоянии ребенка, о любых медикаментах, которые мы предлагаем использовать в родах по медпоказаниям, нужно согласие женщины. Иногда женщина в ситуации родов, ей, может быть, сложно принять, она до конца не понимает вопроса, и нам очень удобно, когда есть кто-то из семьи. Потому что такая разъяснительная работа, даже со стороны семьи, языком семьи, это всегда приветствуем. И потом нам не нужно дважды повторять, как женщина себя чувствовала, как она себя чувствует. Сами люди видят и видят наше поведение, и наши моменты настороженности, позитива. Поэтому мы за партнерские роды. Ольга Николаевна, ну и уже напоследок, под конец нашего разговора, я хотела бы вас спросить, что вы думаете, насколько важен вопрос этики и деонтологии в медицинском коллективе, вот именно в акушерском, насколько важно чувствовать плечо своего коллеги, и насколько важно полное взаимопонимание между врачами, особенно в каких-то экстренных ситуациях? Команда, это однозначно только командная работа, и, безусловно, в этой команде это должно быть взаимопонимание, уважение и, безусловно, знание. Знание, и тогда как бы нет разногласий, всё идёт по плану, и успех работы заключается в том, что мы имеем минимум осложнений, что даже те осложнения, которые могут возникнуть не по вине медперсонала, они очень быстро купируются, и в конечном итоге результат у нас – это здоровый ребёнок, это здоровая мама, это вовремя выписка, это минимум осложнений, независящих от медицинского персонала в послеродовом периоде. Ну и, безусловно, отзывы наших пациентов, они всё видят со стороны, и наши взаимоотношения, и наши победы, и наши поражения, поэтому их тоже положительные отзывы – это для нас большой плюс, но мы не расстраиваемся, когда у нас есть отзывы, которые говорят о наших недостатках, мы тоже их приветствуем, у нас есть комиссия по обсуждению этого всё в нашем роддоме создано, безусловно, работаем над своими какими-то маленькими ошибками, слава Богу, больших пока нет, надеемся, не будем, так что всех рады видеть очень у нас. Спасибо большое, Ольга Николаевна, за интересный разговор, и я желаю вам и вашему коллективу огромных успехов, и пусть ваша работа приносит вам только радость. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok